Девушки отдыхают Среди этого шумного гола толпы практически ничего нельзя услышать, ведь сегодня здесь в деревне Универсиады проходит грандиознейшее событие – самый массовый студенческий забег, организованный КФУ и Приволжской академией спорта. 26 апреля на территории деревни Универсиады произошло грандиозное событие. Ассоциации студентов деревни Универсиады и Поволжская государственная академия физической культуры и спорта был организован и самый массовый студенческий забег «Бегущие огни». Это мероприятие, оно в первую очередь сподвигает всех студентов жить активной жизнью, потому что организаторами являются сразу три таких, как сказать, плаца. Адидас – компания, которая придумала эту идею, КФУ, Ассоциация студентов деревни Универсиады, Академия Поволжская туризма и спорта, и все они вместе собрались сегодня здесь, в деревне Универсиады, чтобы провести такое массовое мероприятие для студентов, в первую очередь, которое оздоровительное и просто развлекательное, прикольное, и всем весело, вот прям круто. На мероприятие было заявлено более тысячи участников, которым предстояло пробежать несколько километров, но, как в любой тренировке, на открытии мероприятия была проведена разминка. Все это в сопровождении ведущего, диджея и громкой музыки. После студенты в хорошем настроении начали свой путь с огоньками в руках. Чтобы никто не сбился, на поворотах волонтеры указывали бегущим дорогу. Таким образом, до финиша добрались все участники. Как показала практика, такие мероприятия способствуют популяризации спорта и здорового образа жизни. Здоровым образом жизни, да, может заниматься любой человек абсолютно. То есть бегать по большой площади – это самое простое вообще, что может быть для человека. То есть можно бегать вообще где угодно, в принципе. Они таким образом показали, что спортивным и хорошим человеком может быть любой. Дмитрий Гомжин, Анастасия Жукова, Василий Садзюба, Булат Зигангиров. Неделя спорта. Как же не провести праздник 1 мая спортивным мероприятием? В этот понедельник состоялась открытая 76-я традиционная первомайская легкоатлетическая эстафета. Мероприятие в этом году проходило на территории Кремлевской набережной. Что там было и кто стал лидером, увидите в следующем репортаже. Традиционные первомайские соревнования прошли в Казани, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Прелесть этого забега в том, что он впервые проводится по новому маршруту на Кремлевской набережной. Теплая майская погода, красивый вид на Казанку – все это мотивировало спортсменов на победу. Праздник очень хороший, самое главное – погода хорошая. Если погода хорошая, настроение очень хорошее. Молодцы, организация очень хорошая, сильная. Ну, я так думаю, что Казань всегда у нас впереди. Очень здорово, молодцы. Приветствую праздничкам всех. Сегодняшней молодежи предоставили все возможности для творческого развития, для своего физического развития. Сегодня начинается это спортивное соревнование на новой спортивной площадке. И это замечательно. В соревнованиях принимали участие ученики общеобразовательных школ, студенты высших и среднеспециальных учебных заведений Казани, а также представители администрации города и исполкома. Общая протяженность забега составила 4,5 километра, а самый длинный этап забега составил 700 метров. Праздничную атмосферу поддерживала яркая концертная программа с вокальными, танцевальными и другими номерами, которая активно притягивала внимание прохожих и болельщиков. И у нас на первом месте команда Советского района. Выступления одаренных коллективов притягивали внимание прохожих и болельщиков. Поддержать друзей и близких пришли более тысячи человек. Все очень круто, прям незабываемо. Очень все красиво. Все очень красочно, эффектно. Среди администраций районов и Казанского исполнительного комитета победу одержала команда исполкома. Второе место заняла команда администрации Вахитовского и Приволжского районов, а третье место – команда администрации Кировского и Московского районов. В забеге среди школьниц первое место заняла команда школы 77, второе место получила команда школы 141, а третье место – у лицея номер 78. Забег среди юношей завершился победой команды Суворовского училища. Второе место заняла команда гимназии номер 6, а третье место заняла команда школы номер 54. Среди вузов победителем впервые стала команда Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Второе и третье место – команды номер 1 и номер 2 Казанского федерального университета. Победителям в награду были вручены дипломы, медали и кубки. Без награды впервые не остались и тренеры команд. Дарьяна Храбрецова, Дмитрий Гомжин, Неделя спорта. Наши коллеги из медиа-центра SGUISM Production передали нам участие в University Challenge. Нашей задачей было снять сюжет на тему спорта. Марина Вахрушева развела эту тему и создала материал на тему молодежного спорта от малого до великого. Что у нее получилось, смотри прямо сейчас. Всем привет! Казанский федеральный университет приветствует вас в спортивной столице России, городе Казань. Именно здесь проходят самые крупнейшие мероприятия, а спорт является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Созданная инфраструктура для проведения университета в 2013 году является одной из самых лучших в стране. На сегодняшний день в Казань насчитывается более полутора тысяч сооружений, множество из которых российского и мирового уровня. Давайте же окунемся в атмосферу города и убедимся в том, что Казань достойна звания спортивной столицы России. Многофункциональными площадками для проведения тренировочного процесса и организации соревнований любого уровня располагает центр гимнастики. Именно здесь был проведен чемпионат России по спортивной гимнастике, который состоялся в марте. Условия, которые созданы для спортсменов, оценила и олимпийская чемпионка Алия Мустафина, которая участвовала в церемонии награждения чемпионата России. Здесь очень высокий уровень соревнований, очень приближенный ко всем международным стартам. И помост, и условия, и расхождение в залах, то что есть разминченный зал, есть выступательный помост. Это все очень хорошо, потому что очень хорошая тренировка перед более важными стартами. Каждый день в центре гимнастики расписан по минутам. Множество тренировок проходит в трех залах, в которых юные гимнасты с каждым днем становятся сильнее и лучше. Они упорно отрабатывают отдельные элементы и прогоняют свои программы бесконечное количество раз, доводя их до блеска и автоматизма. У каждого из них есть мечта – стать олимпийским чемпионом, к которому они стремятся изо дня в день, стараясь превзойти самого себя. Не забывают поддерживать себя в тонусе и студенты, проживающие на территории крупнейшего студенческого кампуса деревни Универсиады. Этот городок рассчитан на проживание 14,5 тысяч человек. На его территории находится академия тенниса, спорткомплекс «Буревестник», стадион и множество других зданий культурно-бытового назначения. Каждый вечер можно наблюдать за тем, как студенты играют в баскетбол, волейбол, футбол или же занимаются легкой атлетикой, пробегая пару-тройку километров по территории кампуса. Ежедневно в деревне Универсиады работает пункт проката, где каждый имеет возможность взять на прокат велосипед или ролики. После занятий спортом студенты признаются, что ощущают легкость, бодрость и прилив сил, который так необходим после тяжелых трудовых будней. Но это далеко не единственная причина, по которой они ведут здоровый образ жизни. Многие из них отметили, что благодаря спорту у них появилось множество друзей из разных стран, которые открыли для них новые спортивные игры и виды спорта, популярные в их родных местах. Данный факт без сомнений доказывает, что спорт объединяет людей. Но не только молодое поколение активно занимается спортом. Не отстоят и преподаватели. В Казанском федеральном университете состоялся товарищеский матч между студентами Института вычислительной математики и информационных технологий и сотрудниками Казанского федерального. Для болельщиков данная встреча стала увлекательным зрелищем, ведь на площадке играли горячо любимые преподаватели. Всего провели три партии до 15 очков. В первом периоде, допустив немало ошибок у сетки, преподаватели уступили математикам со счетом 15-10. Но сконцентрировавшись во второй партии и проведя множество хороших подач, они уверенно лидировали со счетом 15-8. Настоящая борьба развернулась в третьем периоде. При счете 3-3 преподаватели расслабились, что позволило студентам забить подряд 6 очков и вырваться вперед. Волейболистам сборной команды преподавательского состава удалось отыграть еще пару мячей, но догнать сборную Института вычислительной математики и информационных технологий было уже невозможно. Итоговый счет встречи 15-10. Студенты нас уже перепрыгали просто. Они действительно агрессивные, быстрые, все поднимают. Волейбол – это очень важно. Скорость, резкость, четкость. Так что со студентами, конечно, играть было трудно, но очень интересно. На блоке немножко не справились. Все-таки ребята повыше ростом, так скажем, побыстрее снимаются, побыстрее играют и чуть выше прыгают. Вот здесь мы немножко, конечно, наш бреж был, так скажем, небольшой. Одной из главных визитных карточек Казани является футбольный клуб «Рубин», который в 2009 году был признан лучшей командой года по версии Российского футбольного союза, а также дважды становился победителем чемпионата России. После блестяще проведенных игр с Барселоной, Челси, Атлетико, Мадрид, большинство футбольных болельщиков узнали о Казани, о городе, который является одним из лидеров по числу побед в различных видах спорта. В настоящий момент команда далека от главного клубного турнира. После двух последних проведенных матчей ее положение не самое лучшее, но, несмотря на многочисленные поражения, игроки намерены продолжать упорную работу для того, чтобы вернуться на свой прежний уровень. Команды переживают, это факт. После игры, наверное, минут 20 просто в турбовой тишине сидели, в раздевалке. Все прекрасно понимают, что мы не имеем права. Во всем уважении к солнцу, что мы теряем с ними детей, все прекрасно понимают. Но так случилось, и нам нужно дальше работать. Главный тренер клуба «Хави Грассия» полностью сконцентрирован на своей работе. Он основательно изучает все аспекты ожидающего их в скором времени матча. По его словам, команда, безусловно, расстроена с предыдущими результатами. Но, тем не менее, они настроены на победу и стараются с оптимизмом готовиться к матчу против Краснодара. Мы уверены, что футбольный клуб «Рубин» одержит еще множество побед. А с приближением Кубка Конфедерации и Чемпионата мира интерес болельщиков к местной команде возрастет еще больше. Казани действительно есть чем гордиться. Неспроста ее называют третьей столицей России. За несколько лет она значительно преобразилась. И теперь физическая культура и массовый спорт доступны каждому горожанину. На данный момент Казань снимает третье место в Европе по числу быстро развивающихся туристических направлений. И мы уверены, что с каждым годом город будет только расширяться и привлекать еще все большее количество иностранных туристов. Ну а на этом у нас все. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. С вами была Ирина Королева. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!